Мало используем программами от Apple. Первая такая iFoto. Купил не знаю зачем. Заметки. Ace Player для проигрывания видео. Лучше использовать синюю версию этой программки. А и справка. Это у нас справочное приложение. Достаточно хорошее на мой взгляд. Позволяет найти всю нужную информацию. В кратком виде все это тут есть. Так. БТИ это у нас что такое? Собственно телефон не проверял. Но больница в поликлинике часть совпадает. Faxtrot Attach. Мобильная версия для поиска по созданному индексу на макбуке. Потом как-нибудь расскажу. Отличная программка. Хоть и стоит, блин, наверное 600-800. iBooks. Читалка от Apple. Думаю от нее отказаться. По причине того, что в новых версиях. Несмотря на все ее прелести. Прелести. Синхронизация между iPad'ом и iPhone'ом и скоро уже в новой версии Mac OS уже и с макбуком имеет одну очень плохую фичу, я бы сказал. Если вы захотите что-то скопировать и сохранить себе на-на-на в текстовом виде... Давай-давай-давай-давай-давай. Не хочется здесь ничего. Давайте. Вылетел. Что бывает снимает-ка. Так. Документы. Новый. Не хочет работать. То есть, если вы захотите сейчас сохранить часть текста, вот он ваш текст, а сзади вот такая вот куча ненужной вам нафиг информации. Если в обычном виде текстовом редактора это надо удалить, то, например, если вы скопируете такую кучу информации в Twitter, твит у вас просто не отправится. Если не хотите делать прямо из iBooks'а. Поэтому, думаю, перейду на их станзу с iBooks'а. Навигация папка. Это у нас две папки. Два приложения с картами метро. Карты от Apple, которые у нас не используются. Карты от Яндекса, кстати, позволяют загружать оффлайновые карты и поездки, например, в Питер. Мне это очень помогло. Существенно сэкономило трафик. Так. Мой ряд. Это у нас для велосипедистов. Приложение. Следующий рабочий стол. Папка с совсем неиспользованными программами от Apple. По названию понятно. Reader. Это у нас новостной агрегатор. Пока не нашел замену. Google Reader не использую. В киоске, естественно, ничего нет. Еще у нас есть папочка с офисными приложениями, скажем так. Второго порядка. TurboScar. У нас позволяет делать, скажем так, сканирование с помощью камеры. AppZap Pro. Это у нас программка для мониторинга AppStore. Позволяет, сведя там аккаунт. Пушить вам. Давать информации об изменении, уменьшении цены на нужное вам приложение. Давайте о распродажах, которые сейчас есть. Например. Так, бесплатно. Фон. Популярные. Или все приложения. Если завести аккаунт. Где-то он здесь должен быть. Завести аккаунт в AppZap и указать, за какими приложениями нужно следить. То, указав, например, хочу вот это вот приложение, когда станет бесплатным. Хочу получить на почту сообщение. Он вам это вышлет. И это позволит вам сэкономить деньги. Что у нас здесь еще? Рейнктуниум. Программа, наверное, это Pro версия. Когда-то тоже была найдена с помощью AppZap, да? Была найдена, узнана, что она стала бесплатной. И вот она была куплена. Вот вы загрузили какой-то трек. И захотелось вам из него сделать Frank Zone. Вот так вы его выбрали. Вырезали. Определили, когда он у вас кончается. Вот так. И сохраняете. Например, вот так на кнопочку нажимаете. Так. Это я уже у нас, оказывается, делал. Так. Сохраняйте. В принципе, бесплатная версия. Единственное, что не может делать, это сохранять, по-моему, в Dropbox и отсылать по почте. То есть это Lite версия. А скопировать из iTunes ничего вам не мешает. Тем более, вам все равно придется закачивать ойнгтон через iTunes. Вот так вы его загружаете на iPhone. Так. Пятый или шестой, наверное, браузер. Это у нас УЗ браузер какой-то. Единственное, для чего, если у меня... Как тебя называют? Атомик Веб используется для загрузки какого... Подкастов и аудио, скажем, с эфа Москвы. То Атомик Веб используется для загрузки... Загрузки видео с YouTube. Там будет такой вот... Скажем так... Для загрузки видео с YouTube. Например, вот так. Да? Ищем что-нибудь коротенькое. Там появится должен такой, возле видео, значок. Вот. Смотрите оффлайн. Нажимаем. И у нас закачивает это видео. И вот в загрузках где-то он у нас должно появиться. Можно открывать. Проигрывать. Не выходи из комнаты. На самом деле это звук, выложенный в YouTube. Но, в принципе, можно и скачать любое другое видео. С того канала, который это позволяет. Ну, думаю, с программами всё, да? С программой фотографии. Это у нас Flickr. Но и не используется. Даже не знаю, что там есть. А для панорамных фоток рекомендую... DMD. Так. Позволяет создавать... Круговые фотки. Вот, например, у нас Питер был. И выкладывает прямо там же. Сайт. Сайт на флэше. Так. И... Достаточно очень качественные фотографии. Там... По-моему, доллар стоит. Возможность создавать... Full HD. Не Full HD. Просто HD фотографии. Ну, и обычные фотографии тоже неплохого качества. В итоге, такая панорама... Получается где-то на мегабайт 11, наверное. Включает с 7 до 11. Если у вас... Не дрожат руки. И хочется панорамных фоток. В принципе, достаточно хорошее приложение. Так. Другая программка для панорамных фоток, но уже круговых. То есть... Вот она. Вот так пойдёт. Давайте попробуем. При хорошем освещении. Если правильно... Крутить. Вреди должно... Получиться. На самом деле, надо выдерживать высоту. Вот, кстати. Здесь же. Так. Тоже вот... Какой-то собор. А, это вообще у нас... Что же у нас такое? Это у нас Павелецкий вокзал, насколько я помню. Или Казанский. Короче, какой-то вокзал. И вот панорамные фотки будут выглядеть... Как-то вот так. Если активное движение. Если нет, то в принципе... Достаточно неплохо. Программа тоже бесплатная. Вроде бы ничего для неё докупать не надо. Не смотрел. Так. Утилиты второго вида. Это у нас... Архив. Открыватель архивов. Архиватор. Active. Монитор у нас... Монитор системных ресурсов. Ресурсов. Уже на iPhone и на iPad. Вот. Да. Показывать все информации. Версии iOS. Всё остальное. Например, загрузка памяти. Если мы вот сейчас начнём... Выгружать. То количество оперативки должно увеличиться. В принципе, так можно узнать, что больше всего оперативы уже от. Дело такое на iOS. Кроме как со Skype. Мы парочкой данных приложений, которые работают в фоне. В данный момент я как-то не вижу. И как-то не особо с этим заморачиваюсь. Но все остальные программы я не использую. Смысла рассказывать о них не вижу. Аркады. Это у нас... Игры на iPhone. Играю на iPhone мало, потому что это... Скажем так, iPhone используется в качестве дополнения к iPad. Поэтому программ здесь... Очень мало. Все основные программы, которые я использую... Которые я использую, у меня на iPad. Поэтому... Рекомендую смотреть следующий обзор. Когда я его сделаю, правда не знаю. С... Моими программами уже на... На iPad. Вот видите, программа 80. На iPad наверное в два раза больше. Из этих 80 где-то 20 это встроено. А если удалить игры, наверное... И ненужное. Наверное будет всего 50. Ну все, собственно. С этим... Обзором думаю заканчивать. Всем всего хорошего. Хорошо. Продолжение следует...